Итак, первый трюк, которым я хочу вас научить, называется луп. Выглядит он вот так вот. Выглядит он достаточно просто. Сделать его далеко не просто. Стоит знать две вещи, чтобы сделать его стабильно и четко. Первая вещь, что при каждом лупе ее должно совершать флип, то есть переворачиваться, менять половинки. Для этого у меня они разного цвета. Второе, кидать стоит под особым углом. Если представить мысленно часы вокруг ее, то это 12 часов, а надо кидать на час дня. Вот под таким углом для правой руки. Выглядит это вот так вот. Для левой руки это не час дня, а 11. Угол в другую сторону. Начинать стоит с обыкновенного броска под правильным углом на час дня. После этого делаем один луп. Один стабильный луп, один флип под правильным углом. После того, как научились сделать стабильный один луп, можем продолжать делать два, пять, десять, двадцать и так далее. Чтобы сделать больше сотни, я советую уже использовать вертлюжки. Иначе веревка будет перекручиваться и ее слетать. Чтобы понять, что ты действительно делаешь стабильные лупы, я советую научиться делать их 200, 300 или 500 раз. После того, как правая рука точно умеет делать стабильные лупы, переходим к левой. То же самое. Бросок под правильным углом на 11 часов. Один луп со флипом под тем же правильным углом. И продолжаем делать лупы. Как только левая рука достаточно точно для сотни, 200 или 500 лупов, начинаем соединять. Точно также по броску под правильными углами для каждой руки. Потом правая рука луп левая ловит. И переходим уже к лупу на обоих руках. Сначала по одному разу, потом по два раза и так далее. Не стоит начинать делать синхронные. Синхронные они гораздо проще, чем асинхронные. Они получаются сами собой, как только вы научитесь делать асинхронные лупы. И вот так далее. И вот так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...